Первый завод по производству энергонасыщенных тракторов «Кировец» появился в Казахстане. Его построили в индустриальной зоне Кустаная по программе промышленной кооперации. Стоимость проекта превышает 7 миллиардов тенге. Выпускать на новом предприятии планируют по 500 единиц сельхозтехники в год. Участие в торжественной церемонии открытия сборочных цехов принял премьер-министр Аскар Мамин. В рамках рабочего визита также глава правительства посетил домостроительный комбинат и швейную фабрику. Под строительство цехов российским инвесторам предоставили земельный участок с готовой инфраструктурой в индустриальной зоне. Совместно с петербургским тракторным заводом здесь будут выпускать энергонасыщенные кировцы. Соглашение о сотрудничестве подписали представители обеих сторон. Казахстан ставит перед собой задачу по созданию высокотехнологичных производств сельскохозяйственной техники. Сегодня мы запускаем производство здесь, в Кустанай, легендарного трактора «Кировец». Новый завод обеспечит сельское хозяйство Казахстана качественной и надежной техникой. Мы считаем, что данный проект отвечает стратегии развития отечественного машиностроения и будет ему оказываться полная поддержка со стороны правительства. При выходе на полную мощность на заводе планируют выпускать по 500 тракторов в год. При этом, по данным Минсельхоза, Казахстану требуется в три раза больше подобной техники. Ее тест-драйв премьер-министр провел лично. Данный трактор очень востребован. Это самый продаваемый продукт из всех энергонасыщенных тракторов. Это лидер рынка, то есть выше 50%. Создадим 500 рабочих мест с учетом привлеченного состава до 700 рабочих мест. Уровень локализации повысим до 50%. А этот комбинат выпускает весь необходимый материал для гражданского, сельского и промышленного строительства. Здесь могут производить до 130 тысяч кубометров бетона и 70 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Трехслойные панели на гибких связях тоже собственного производства позволяют возводить дома без сварочного монтажа по принципу большого конструктора. Такие девятиэтажки появились в новых микрорайонах областного центра. Завод сегодня работает по программе Нур-Лжер. У нас построен жилой комплекс в районе аэропорта. Сегодня начинаем работу по строительству в жилом комплексе «Юбилейный». У нас там порядка семи подъездов, где-то около 10 тысяч квадратных метров. Ну и значит на следующий год есть планы микрорайона Береке и микрорайона Кунай. Ведется строительство. Там будут уже 16 и 12-этажные дома. Дополнительных инвестиций для дальнейшего развития ждет одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Казахстана. Об этом коллектив швейной фабрики говорил с премьер-министром. Сегодня здесь выпускают 88 тысяч изделий в год. Это всего лишь 27% от имеющейся мощности. В основном одевают Министерство обороны, Национальную гвардию и силовые структуры. Есть наметки на новые линейки. Ведем работу по созданию одежды для гражданской продукции. Это школьная форма, куртки и так далее. Мониторинг и исследуем новые рынки сбыта. Мы проинвестировали собственные средства, более 150 миллионов тенге, в развитие предприятия. В рамках экономики простых вещей, тенговой ликвидности, мы планируем привлечь финансирование дополнительное, которое нам необходимо. В части модернизации оборудования фабрики премьер-министр пообещал поддержку со стороны государства, а местные власти разработали дорожную карту развития лёгкой промышленности. Она направлена на поддержку отрасли, в которой работают 29 субъектов предпринимательства. Они выпускают текстильные изделия, одежду, валеную обувь, нетканные материалы и головные уборы. В общей сложности в прошлом году произведено продукции на сумму более 2,5 миллиардов тенге. Наталья Строкова, Ермих Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24.